Технологии прочно вошли в жизнь современных людей, которые уже привыкли к тому, что ученые и программисты практически ежемесячно делают интересные открытия. Каждая новинка – это очередной шаг на пути упрощения доступа к получению информации. Об этом задумались и учащиеся Брестской гимназии номер один – Дмитрий Кулаженко, Роман Демидович и Владислав Олешко, готовясь к конкурсу нейросети и компьютерный интеллект. Молодым программистам хотелось создать приложение, которое бы имело практическую значимость. Под руководством талантливого наставника Ирины Горбацевич они пришли к идее разработки сервиса «УГМИ». Мы, конечно, заметили, как и любой человек, что информативность объявлений, афиш, плакатов не очень высока. Кажется, рекламы много, а когда нужно сделать выбор, не хватает информации. Да, есть интернет, конечно, можно поискать, найти что-то верное, что-то не очень, но, допустим, вы начинающий исполнитель, и вы хотите с гастролями поехать по Беларуси, но вас никто не знает, и на вас, конечно, не купят билеты, и даже, может, просто не посетят ваш концерт. Но если вы будете использовать «УГМИ», «УГМИ-метки» и приложение «УГМИ», вы наводите на афишу это приложение, и оно оживает. И уже фрагменты выступлений ваших, пожалуйста, вы можете увидеть. Вы пришли в ресторан, вы хотите сделать правильный выбор, вы не знаете название этих блюд. Пожалуйста, «УГМИ» вам поможет. Всю программу ребята писали полностью сами, включая алгоритмы, оптимизацию, разработку сайта. На это ушло порядка трех месяцев. И, как оказалось, не зря. Теперь 3D-проекция изображения и дополнительная информация о нем за считанной долей секунды – это возможно. Необходимо лишь навести камеру смартфона на нужную картинку, афишу, плакат и подождать, пока определятся «УГМИ-метки». Границы изображения определяются по специальным меткам, расположенным на углах картинки. После этого изображение из базы накладывается на изображение с камеры. То есть это может быть видео или какая-то гиф-анимация. Эта технология может быть использована как в музеях, так и в образовании для того, чтобы повышать информативность, допустим, учебника. Достоинства «УГМИ» высоко оценили организаторы республиканского конкурса нейросети и компьютерный интеллект. Результат – второе место. Сегодня Дмитрий Кулаженко, Роман Демидович и Владислав Олешко работают над усовершенствованием приложения, а точнее над расширением его возможностей и качеством интерфейса. Все алгоритмы вообще у нас написаны с нуля. То есть мы не используем каких-то струнных библиотек, как другие разработчики. Мы разбираем свой алгоритм, который может… Вообще какие плюсы разработки своего алгоритма? Это скорость познавания, это удобство использования. То есть мы можем изменить нашу библиотеку так, чтобы потом нам было выгодно ее использовать. То есть мы для себя можем подточить, в отличие от каких-либо сторонних библиотек. И получается то, что мы сейчас оптимизируем наше приложение, мы ускоряем скорость познавания, добавляем что-то новое, добавляем для пользователя какие-то удобности. Для пользователя, который уже привык пользоваться «УГМИ», конечно же, важен интерфейс. Ему важно, чтобы все было удобно, быстро загружалось, и он без всяких проблем мог найти настройки, либо открыть страницу. Разработкой программистов-гимназистов уже заинтересовались менторы. Сегодня ребята заняты еще одним проектом. Они разрабатывают редактор интерактивных контурных карт, который призван сделать обучение в школе более наглядным. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Адвард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БУГ-ТВ». Спасибо за просмотр! Продолжение следует...